Иное измерение русской культуры. Глеб Иванович Успенский. Один на один по поводу одного процесса. Из сборника «Очерки». Читает Евгений Бразовый-Брушковский. Необыкновенное, поразительное, потрясающее уголовное дело разбирало недавно отделение Орловского окружного суда в городе Болхове. Обвинялся и приговорен к бессрочной каторге некто Пищиков, который засек свою жену, беременную на девятом месяце, нагайкой. Процесс этот не сделал такого общественного шума, какой обыкновенно делают разные кровавые процессы. И не сомневаюсь, что ужас, именно только бесконечный и беспредельный ужас, которым запечатлено это дело, и был причиной того, что всякий, хоть чуть-чуть знакомый с ним, предпочел перестрадать его молча про себя, а столичная печать не сочла уместным тиранить своих читателей подробностями ужасного дела, так как и маленького пересказа о нем, промелькнувшего во всех газетах, было совершенно достаточно для того, чтобы потеряться от невыразимой тоски. В настоящей заметке я также не желаю тиранить читателя изложением подробностей этого дела, потому что не в них, как мне кажется, заключается то невидимое ужасное, из которого возникло ужасное видимое. В коротких словах содержание процесса таково. Бедный провинциальный писарек Пищиков случайно знакомится и женится на богатой девушке, девической ее фамилия Сан Вен Сан, благовоспитанный, образованный, что никак нельзя сказать о самом Пищикове. Вскоре после свадьбы Пищиков уезжает на жительство в деревню, и вот здесь стал совершенно обеспеченным человеком, что для грубой и дикой натуры Пищикова могло означать полное освобождение от всяких общественных обязанностей. А это, к сожалению, как увидят читатели, оказывается делом вполне возможным. Он начинает жить исключительно своими личными интересами и прихотями, в числе которых зерно ревности к добрачной жизни жены дает ему право проявлять относительно ее свои дурные, жестокие инстинкты. В настоящем очерке я опускаю только процесс развития в Пищикове этих жестоких инстинктов, то есть не говорю ничего о том, как от грубых слов и ругательств дело дошло до побоев, а от побоев к драке, к увечью, к всенародному посрамлению жены и так далее. Ужасного конца этих жестокостей вполне достаточно для того, чтобы читатель был потрясен и подавлен злодейством, и нет никакой надобности усиливать это подавляющее впечатление пересказом подавляющих подробностей. Все существенно важное для понимания этого ужасного дела читатель найдет в настоящей заметке, узнает, кто такой был Пищиков, кто такая была его жена, как они сошлись и так далее. Подробности процесса не дают нам ни малейшего понятия об этом невидимом, но ужасном. Сам виновник злодейства объясняет свое дело ревностью. Ревностью к добрачной жизни жены. Говорит, что жена раздражала его тем, что не говорила правды. Сегодня расскажет одно, а завтра говорит, что я все наврала, ничего этого не было. И вот от такого-то раздражения человек мог постепенно дойти до того, что не нашел иного выхода из своих личных огорчений, как бесчеловечное истязание в течение шести часов беременной на девятом месяце женщины. Истязание, про которое врач, видевший солдат, наказанных шпицерутанами до тысячи ударов, говорил, что он не видывал ничего подобного тому ужаснейшему положению, в котором застал мертвую госпожу Пищикову. Кроме полнейшего несоответствия такого зверского конца с размерами личного огорчения, эти размеры в подлинном, выяснившемся на суде в виде, в подлинном своем значении, не только не имеют чего-нибудь маломальски фактически достоверного, что действительно могло бы довести человека до иступления, но умаляются до ничтожества, в смысле коренной причины ужасного дела, показаниями того же самого Пищикова, который засек жену, имея от нее уже четырех детей, жену, совершенно ему преданную, засек якобы за ее добрачную жизнь, тогда как с этой добрачной жизнью своей будущей жены он был вполне уже знаком до брака. Убитая теперь им женщина до брака была влюблена в пленного турецкого офицера, некоего Телят Бея. Девушка эта училась в институте, но не кончила. И жила не то, чтобы на свободе, а так без призора. Отец ее женился на другой, когда ей было два года. Жила она у какой-то тетки без дела и, повторяю, без призора. Бульвары, прогулки, снования из угла в углу. Замуж бы надобно было барышне-бедняге, а тут Телят Бея какой-то по бульвару шляется. Она так в него влюбилась, что когда он уезжал на родину, так она хотела с ним бежать, просила, чтобы он взял ее с собой. Ведь скука в самом деле адская так жить у тетки. Что ж, тетка, тетка, все одно и то же. И эти-то просьбы передавались Телят Бею через Пищикова. Пищиков носил ему письма своей будущей жены, уговаривал его прийти к ней на свидание, словом, помогал ей. Когда же Телят Бей отказал барышне, не взяв ее с собой, то она полюбила Пищикова. Да в самом деле ведь как он для нее старался, как хотел помочь. А тот оттолкнул ее. Разумеется, Пищиков добрый, и не ходить же ей всю жизнь по бульвару из угла в угол. Пищиков женился на барышне, зная все это и будучи, по его словам, до брака же в мельчайших подробностях знаком со всевозможными другими романами своей жены, решительно не подтвердившимися на суде. Словом, все, что якобы ожесточило Пищикова после долгих-долгих годов супружеской жизни с безукоризненной женой, все это давным-давно было уже известно Пищикову. А главное, то, что все это известное положительно не подтверждено ни единым свидетельским показаниям. В этой бедной женщине не только не видно признаков малейшего своевольства сердца, но мы видим, напротив, что она, обладая вполне независимым состоянием, дающим ей полную возможность жить в свое удовольствие, даже и мысли не имеет о возможности уйти от тирана мужа, не в силах убежать от его ударов. Даже в страшный день своей страшной смерти, чувствуя приближение чего-то неимоверно жестокого, она только просит не уходить, остаться ночевать каких-то двух мужиков, случайных гостей Пищикова. Мужики отказались, и она ничего не могла придумать иного для своего спасения. Таким образом, мотив, выставляемый Пищиковым при самом тщательном изучении показаний, касающихся добрачной жизни его жены, решительно не имеет ни малейшего значения в сравнительно с невероятным результатом, которому он привел. Защитник Пищикова, к чести его, даже и не коснулся этого, во всех смыслах неподлежащего уважению мотива. Но и другой мотив, выставляемый прокурором, положительно так же, как и первый, не выводит вас на настоящую дорогу. Пищиковым руководило корыстолюбие. Жена его владела имением ценностью до 70 тысяч рублей. И вот он, сделавшись ее мужем, хочет, чтобы жена сделала его полным хозяином имения. И ради этого он начинает ее бить. То есть побоями хочет добиться от нее того, что она, прикованная к нему какой-то неискоренимой привязанностью, могла бы сделать по одному ласковому слову. Но и этого не нужно, потому что, как видно из дела, она сделала это уже давным-давно. Пищиков давно уже имел от нее доверенность на управление имением, мог это имение продать и заложить. И, кроме того, имел ее векселя на сумму, превышающую стоимость имения. Словом, он имел в своих руках все. И вот, когда он все получил, он и делает дело, за которое его ждет бессрочная каторга. Не мог же он не знать, что, истязуя жену, он идет не к свободе и богатству, и тем паче не к счастью. Он отлично знал еще утром рокового дня, что день этот кончится как-то необыкновенно жестоко. Он знал это накануне, задолго до рокового дня ощущал потребность разразиться в чем-то ужасающем. В день смерти жены он утром посылает ее отцу телеграмму, извещая его о приближающейся к кончине жены, которая была еще жива. Сидела с гостями, которых потом просила остаться ночевать. Словом, всевозможные резоны, приводимые прокуратурой, защитой, свидетелями и самим подсудимым в объяснении этого необычайнейшего злодейства не только не объясняют вам его, но, напротив, чем более вы стараетесь вникнуть в подробности дела и с помощью их до самого корня, тем более вы начинаете чувствовать, что это не то, что это не главное, что это мелочи, и что где-то тут, около этого процесса, а не здесь, в этом окружном саде, и не в этом отчете заседания, которое вы читаете, есть то главное, то ужасное, что гнетет вас несказанным ужасом. Ужас этот начинает возрастать именно по мере того, как подробности дела начинают надоедать вам своей уничтожностью, мелочностью. Вы видите, что для объяснения злодейства никто из лиц, заинтересованных в процессе, не в состоянии представить таких резонных объяснений, чтобы вы могли сказать себе «А, вот, наконец, в чем дело!» И вот в это самое мгновение, когда вы хотели бы совершенно забыть то ничтожное, до микроскопичности малое сердечное огорчение Пищикова на его жену за какую-то добрачную жизнь, огорчение, источником которого была впоследствии кровавая бесчеловечная бойня, вот тут-то вы и начинаете понимать, почему это дело так несказанно вас потрясает. Вас ужасают те непонятные условия жизни, которые сделали возможным нечто совершенно невозможное. Что бы вы сказали, если бы кто-нибудь указал вам на огромное, толстое и крепкое, как дуб дерево, и сказал бы, что это не дуб и даже не дерево, а просто-напросто салат, доведенный до такого невероятного состояния какими-то особенными приемами. В деле Пищикова поражают именно те таинственные причины, лежащие где-то тут, около этого дела, которые сделали возможным, что крошечное, поистине, как маковое зерно, ничтожное, личное дело, личный, при том же вполне призрачный вопросик, мог постепенно разрастись до таких необычайных размеров, что завладел всем человеком, сделался руководителем всех его помыслов, поступков, побуждений, сделался воздухом, которым он дышит, стал главнейшим и единственным мотивом ежедневного времяпровождения, до того единственным и насущным, что когда жестокосердию не было пищи, когда воображение отказывалось работать в направлении жестоких мыслей из-за положительного отсутствия материала, словом, когда утомленная однообразием работы мысль начинала ослабевать, то человек, живший и дышавший только этими злыми мыслями, должен был прибегать к искусственным средствам, пить стаканами водку, возбуждать свою отказывающуюся работать фантазию в том же совершенно противоестественном направлении, точно не будь у него этих бесчеловечных мыслей, так ему и жить-то на свете не будет никакого интереса. В чем же заключаются те удивительные, непонятные условия нашей жизни, которые, с одной стороны, дают человеку широчайшую, роскошнейшую возможность отдать всю свою жизнь, всю свою душу, силу, кровь и плоть капельному личному вопросику, разработать этот вопросик в необычайных тонкостях, довести его крохотное значение до гигантских размеров, а с другой, каковы же те условия жизни, которые, позволяя даже маковым зернам личных вопросов, разрастаться до пределов невозможного, тем самым дают возможность пожираемому личным делам человеку по целым годам не ощущать ни малейшей потребности уделить что-нибудь из своих личных сил, личного горя, личного внимания на интересы, печали, радости того океана людей, среди которого он живет. И почему, наконец, этот самый океан людей тут, вокруг этого человека, может жить своей жизнью, не прикасаясь к нему, ничего от него не требуя и ничего не давая? Вот те действительно ужасные вопросы, объяснения которых таится где-то около процесса, но никак не в подробнейших подробностях его. Случалось ли вам, читатель, когда-нибудь заглянуть на большую фабрику во время перерыва работы? То есть точь-в-точь в такую же минуту, которую относительно русского общества я позволил себе характеризовать словом «безвременье». Живая сила пары еще действует, на фабрике идут шум и стук, вот здесь пыхтит какой-то здоровенный поршень, хляская масляной поверхностью, пыхтит и неустанно толчется на одном месте. Там вверху неустанно, неутомимо, неугомонно вертится какое-то маленькое колесо, вертится ужасно проворно, кажется, бьется изо всех сил до последнего издыхания. А здесь вот до последнего же издыхания прыгает какой-то крючок, прыгает на одном месте миллион раз в секунду. Но сколько бы ни вертелось это колесо, какую бы бесконечнейшую неутомимость не обнаруживал этот поршень, до поту лица, измученный своей вековечной обязанностью соваться вниз и вверх, как бы ни изнурялся этот крючок, безустарь долбящий своим железным носом по железу, вы можете видеть только, что все эти мучения винтов, поршней и крючков совершенно бесплодны, что никакого ситца или сукна не будет, несмотря на ужаснейшие усилия этих мучеников механики до последней капли крови исполнить свои механические обязанности, не будет до тех пор, пока не придет мужик и не наденет на это вертящееся без устали и толку колесцо вот этого приводного ремня, который по случаю остановки дела снят с него и висит тут рядом с этим колесцом. Но стоит только надеть приводный ремень, то есть стоит только соединить тонкой эластичной нитью это отдельно мучащееся колесцо со всем механическим миром фабрики, со всем машинным обществом, как все приходит в порядок, все получает смысл, все начинает стучать и долбить и пыхтеть с известной целью, и на этот раз из пыхтения и шипения и долбления уже непременно получится и результат и сукно и ситиц. А пищиков-то именно и есть это одинокое колесцо, без устали вертящееся на оси своего личного вопроса. Будь это колесцо притянуто приводным ремнем, то есть какой-нибудь нравственной связью ко всему общему механизму, к этим отдельно стучащим и шипящим гайкам и винтам, к этим людям, которые живут кругом него, ощущай он хоть что-то, ощущай он хоть чуть-чуть, что на нем лежит ремень, обязанность, и эта лошадиная сила, вылившаяся в таком непостижимом злодействе, убавилась бы наполовину. А раз она должна бы была дать место чему-то ни своему, ни личному, а общечеловеческому, она бы не посмела выразиться, по крайней мере, так ужасно, свободно, как она могла выразиться. Всякий убийца, всякий злодей, всякий мститель боится людей, прячет свое злодейство, кладет яд потихоньку в лепешку, убивает врага, когда он спит. Злое, бесчеловечное дело, от которого человек не может удержаться, обязывает его, по крайней мере, облегчить себе ту подлость своего поступка, утаив его от людей, запираясь, отрекаясь от него. В деле Пищикова то-то и ужасно, что оно совершается при полнейшем сознании безлюдья. Не скрывать, не притворяться, не хитрить ему не приходит в голову. Он один со своим личным делом. Кругом него пустыня, и размахи его кнута, делаясь все шире, все вольнее, удалее, встречает только пустое пространство. Только в пустом воздухе свистит его окровавленный кнут. У него полон дом народу. Он живет в деревне. Он бывает у священника, у кабаччика, у станового. Кругом него живут крестьяне. Но каждый из них, как это одинокое колесцо, как этот пыхтящий поршень, как этот крючок, долбящий железным носом по железу, прикован, как и пищиков, к своему горю, к своему делу, к кабаку, к пашне, к требам и так далее. Это не камни, не звери, нет, это люди, каждый поодиночке, как винты, гайки и поршни на фабрике, находящиеся без работы, томящиеся в обилии и тягости своих крошечных печалей и забот, безумно кутолкущиеся в своих, выше головы кажущихся, горестях. Но между ними всеми нет ничего связующего, нет этого приводного ремня, который, связывая отдельное колесо с общим механизмом, ставил бы мои печали и желания в связи с печалями и желаниями соседей и, сливая их, ставил бы над всеми нами общее, понятные всем одинаково и одинаково обязательные цели. Один на один, с глазу на глаз, с самим собой, со своими радостями, со своими печалями, со своими дурными, злыми и добрыми желаниями, с муками или мелочами своей души. Вот характернейшая черта безвременья, результат искусственно, с огромными нечеловеческими усилиями оборванной связи, разрезанного нерва, который на наших глазах так животворно соединял когда-то меня, отдельного человека, со всем человечеством вообще и со всей русской землей в частности. Ничтожный провинциальный писарек пищиков, которому предстояло бы существовать доходами в квартале, кляузами и так далее, неожиданно делается богачом. Женится на богатой, получает любящую и преданную жену. Не случись этого, он бы из простого желания получить с мужика за облакатскую практику рубль должен бы быть скромным, должен бы был держать себя прилично, хотя маломальски должен бы был ломать голову над чужими делами, чтобы, получив вознаграждение, отвезти и свою душу где-нибудь в кабаке, в трактире. Но вот обстоятельства его сложились так счастливо, что ему уже не надобно так или иначе держать себя, думать о чужих делах, хотя бы из-за денег, и он оказывается в безвоздушном пространстве. Как так, ведь может, спросит читатель, тут-то, то есть именно тогда, когда вполне удовлетворены все личные потребности и нужды, тут-то человеку и открывается простор для общественной деятельности, тут-то и можно ни в чем себя не урезывая и не стесняя подумать о чужом деле и житие. но в том-то и беда, что, говоря вообще, именно у нас на Руси никто не предоставлен в такой степени пустому пространству относительно общественной деятельности, как человек вполне обеспеченный. Желание так ли, сяк ли выскочить из условий полного удовлетворения, иной раз куда глаза глядят, есть одна из самых замечательных черт общественной жизни, затерянных в хаосе постоянного безвремения. Не только такая деревянная и ограниченная натура, как пищиков, остаются за полным удовлетворением всех личных своих интересов в пустом пространстве, а и самые ничтожные, впечатлительные и восприимчивые натуры. Вот тебе деньги, вот тебе миллион, живи и не суйся. Не суйся, видно, обеспеченному человеку гораздо лучше, чем кому-нибудь другому. Нет места даже хоть поврать-то либерально или консервативно, но лишь бы на народе. Еле-еле в 20 лет явится возможность напечатать какую-нибудь книжонку для народа в две копейки. Самый впечатлительный человек может у нас лет 50 сидеть в углу своего кабинета и думать о правде, сколько ему угодно, думать до тех пор, пока диван под ним провалится, пока под диваном провалится пол, и общественного толка от этого не будет. Почему так? Да просто, говоря по чистой совести, боимся. Поди-ка, сунься. Вот что начинается для обеспеченного человека после того, как он наконец достиг. «Да, господа, боимся». Решительно боимся сунуться из своего заколдованного угла на улицу, в толпу, в народ, в общество. И это «боимся» начинается для русского развитого человека как раз тогда, когда бы ему следовало подумать и о других, когда ему даже и самому приходит желание подумать и поработать для других. Если у впечатлительных людей на дороге от интересов личности к интересам человечества стоит это довольно основательно обставленное «боюсь», то у Пищикова человека нисколько невпечатлительного, немало, неразвитого оказалось по удовлетворению личных нужд бесконечная голая пустыня. Мало образованный и бедный до сих пор он мог только практически познакомиться с областью дел общественных. Он знал как человек, которому нужно где-нибудь получить жалование, что есть какие-то общественные банки, общественные дела в Думе, общественные дела в земстве, но чему же действительно общественному он мог бы научиться во всех этих учреждениях как практик, как человек опыта. Что такое сделали общественного в действительности все эти учреждения за последние годы, и что в них могла видеть и наблюдать такая грубая ограниченная натура. Одни только корыстные мотивы, только одни безусловно. толкуют общественное, общественное, а глядишь и пропал сундук с деньгами. Толкуют о развитии промышленности, о кредите, о заработке для бедного людо, то есть в конце концов об общественной пользе, а на деле оказывается обворовали банк и больше ничего. И ведь это так в действительности. И если бы Пищиков был в нужде, то он старался бы изучить механику таких общественных дел и научился бы, может быть, довольно искусно врать об общественной пользе, имея в сущности какую-нибудь низменную цель. Но у него нет нужды, нет надобности изучать эти звонкие слова для того, чтобы разломать сундук с деньгами. И вот он в полной пустыне. Положа руку на сердце, скажите, в каком виде, в каких размерах общественное дело, нужды вообще людей, среди которых мы живем, могут в настоящее время сами прийти к вам, постучаться к вам в дверь, сказать вам, что вы сидите, идите делать то-то и то-то. Вы обязаны никогда. Никогда они не стучатся теперь сами в вашу дверь и не приходят к вам и не требуют вас к себе. И вот Пищиков совершенно в пустом пространстве. Кругом него крестьяне нищета, нужда, кабала, теснота, земельное, горе, мужицкое. Но из этого на памяти Пищикова никогда никакого вопроса и никакого дела не делалось. И он, видя все это как человек, научный практикой жизни, считать все это за обыкновенное, немало не думает сделать все это предметом хотя бы малейшего внимания и вовсе не считает материалом годным для личной, духовной и умственной жизни. Просторно и пусто кругом него, просторно и пусто в нем самом, в его пустой душе, пусто, как в огромном пустом сарая. Ничего там нет. Но надо же, чтобы там что-нибудь жило. Нельзя же так просто лить туда водку, надо что-нибудь. И вот в его неласковом сердце является мысль о телят бее. Мысль крошечная, воспоминание ничтожное, как дым, легкое, прозрачное, но он ему рад. Он хватается за него и понемножечку, но каждую минуту, а теперь у него все минуты свободны. Начинает развивать это зернышко, наконец-таки найденное в пустом сарае, начинает лелеять, разрабатывать, тысячи раз, расспрашивая жену о том, что ему известно давным-давно, и подбадривая себя сибухой в такие минуты, когда кажется, что лелеемому растению не из чего развиваться, и понемножку, по капельке, но не бросая этого дела ни на минуту, в несколько лет пищиков успевает возрастить это капельное дерево, это капельное зернышко салата до размеров огромного дуба. И во все эти годы чужая жизнь ниоткуда не вторглась в эту пустую, нищую душу, не дунула в нее ощущением стыда, не вложила в нее никакого иного материала, потому что и чужая жизнь состоит теперь тоже из миллионов жизней один на один. А вот не угодно ли полюбоваться на ту же черту настоящего безвремени совершенно уже в другом виде. Пищиков, поставленный в положение полной изолированности от людского общества и общечеловеческих интересов, наполняет огромный пустырь, окружающий его проявлениями своей жестокости в размерах ничем не ограничиваемых. А вот какой-то сельский учитель, чувствующий вокруг себя тот же пустырь, для Пищикова это простор. Вот как описывает свое положение. Сердце сжимается, уста цепенеют, знак вопроса, кровь стынет в жилах, голова горит, как в огне, и мысль едва-едва работает при написании сих правдивых строк. Если бы не вопиющая действительность, не святая истина навсегда, везде, во всех жизненных проявлениях, тожественная, если бы не горькие, безотрадные, безутешные слезы народных носителей по пути грамотности, не заскрипела бы наше скромное перо. Но оно невольно скрипит, повинуясь глаголу вечной правды, рисуя неприглядную, забитую, запуганную, скомканную, искалеченную жизнь этого истинного труженика, сельского учителя Усманского уезда. Что ждет его в будущем? Где успокоит он свои старые кости? Разве только под сводом сырой могилы? Это, впрочем, удел каждого движущегося индивидуума по непреложному велению Творца. Но прежде чем дойти до этого предела, что испытает сельский учитель, еще юный, жизненная могила, которого протянется, быть может, на целые десятки лет? Нельзя без сердечного содрогания и нравственной муки смотреть на эту бледную, исхудалую, забитую, горькой нуждой фигуру, сгорбленную в дырявом сюртуке, в разорванном пальто, в изношенных сапогах, фигуру сельского учителя, идущего в усманское земство для получения каких-нибудь десяти, тринадцати рублей месячного содержания. Если при этом взять во внимание окружающую невежественную им пьяную массу крестьян, среди которых приходится насаждать советоч науки, крестьян, от которых нередко как будто в награду переносятся всякие оскорбления, то можно судить, насколько красна жизнь сельского учителя, и сколько нужно терпения, умственного и нравственного устоя, чтобы без ропота нести такое ужасное бремя жизни. Тамбовские губерские ведомости. Читая эту корреспонденцию, невольно спрашиваешь себя, что такое случилось с беднягой усманским учителем? Уж не истиранил ли его кто-нибудь ни за что, ни про что? У него уста цепенеют от ужаснейшего положения. Для него жизнь не жизнь, а жизненная могила, ужасное бремя. Он не может без сердечного содрогания представить себе фигуру учителя. Фигура вся изорвана в клочья, согбенна, изнуренна и забита. Что же наконец такое делают господа усманские земские изверги с усманскими сельскими учителями? Но при внимательном чтении письма оказывается, что с усманскими учителями равнёхонько таки ничего особенно не творится. Жалования мало, но по всей России учителя получают мало. Вот и всё. А между тем ужас, который владеет корреспондентом при изображении положения сельского учителя, несомненен. Через несколько дней после этой корреспонденции появилось известие о самоубийстве какого-то сельского учителя из усманских. И я не удивился бы, если бы этот наложивший на себя руки человек оказался именно тот самый, который писал корреспонденцию. Отчего же такой ужас захватил его? Отчего ему представилось, что быть сельским учителем усманского земства почти то же, что быть живым, зарытым в могилу? Мне кажется, что ужас овладел беднягой именно от ощущения одиночества. Он один в пустыне со своими тетрадками, книжками, чернильницей, кругом невежества, ничего общего с его святой миссией. Он обречен на всю жизнь чахнуть над таблицей умножения, фыкать и пыкать. Он один, а все чуждо ему и всем чужд он. Вот источник того неподдельного ужаса, последствием которого, кажется, даже было самоубийство. Один сам с собой. Живи так всю жизнь. Да, это точно могила. Читая корреспонденцию, вы чувствуете, что человек изяб, издрог, в каком-то холодном погребе, изчах, там, измучился, должен знать, что ему ничего не предстоит, кроме гибели. Его забыли. До него никому нет дела. И такое душевное состояние, такая душевная жуть, которая сквозит в словах учителя, делается совершенно понятно, если припомнить опять то же самое одиноко, беспрерывно и бесцельно вертящееся фабричное колесцо, не приведенное в связь с общим ходом живого общественного механизма и живого общественного дела. На нашей памяти, опять-таки, были времена, когда эта связь существовала, и когда передаточный ремень притягивал маленькое колесцо к большому механизму, тогда не страшно было бы жить сельскому учителю и на тринадцати рублях, и в рваном пальто, и не страшно, потому что он точно так же пыкая и фыкая, и до хрипоты, изнемогая над таблицей умножения, чувствовал, что он не один, что ему дороги не тринадцать рублей, не средства к жизни, а самое дело. Он мог посвятить жизнь этому делу, давать молодому деревенскому поколению возможность мыслить разумно и справедливо. И он охотно, с жаром и всем пылом молодости принимался за трудную черную работу умственного развития молодого поколения, вставал в шесть часов, когда на дворе еще темно, но ребята уже бегут к учителю, грелся от холоду, играя с этими же ребятами на кулачки. Он знал, что он не один, что литератор, писатель пишут для него, для учителя и этих мальчиков книгу под влиянием тех самых побуждений, которые и его заставили посвятить себя трудному делу. и книга поможет ему придать работе большую силу, большее содержание. Он знал, что и журналистика не забывает его, потому что работает в одном с ним направлении, знал, что вот этот мировой судья не помирволит неправде, так как исповедует одни и те же принципы и приводит их в своем не учительском, а судейском деле. знал, что решение такого-то дела подтвердит его слова, сказанные ученикам словом тысячами рук в разных видах и приемах делалось одно и то же, и ни один винт, поршень или крючок этого механизма не толкался праздно на своем месте, а знал, что он находится в связи с человеческим обществом, что идея их связывающая есть идея общечеловеческая, и таким образом, долбя в холодной избе таблицу умножения, ни малейше не терял связи с развитием общечеловеческой мысли. да, если может быть не так вполне прекрасно было на наших глазах, зато действительно точно так, как здесь говорится, прекрасно думалось, чувствовалось и частью несомненно осуществлялось в действительности. Но, увы, передаточный ремень снят, живой нерв, соединявший мою духовную жизнь с духовной жизнью человечества и русского народа, разрезан. Винты, гайки и поршни толкутся, шипят, суетятся, изнуряются каждый сам по себе один на один, изнуряются без общей цели, без общего плана, без живой общественной связи. Уединенный поэтик начинает маленьким воробьиным носиком копаться в крошечном цветке, обрызганном капелькой росы, и делает это дело с величайшей тщательностью. Уединенный билетрист производит микроскопические исследования над психическим состоянием Петра Петровича, которому нравится толстая Марья Андреевна и опостырила худощавая Наталья Ивановна. Уединенный учитель пускает пулю в лоб, потому что ему пришлось жить с одними чернильницами, перьями, линейками, без всякой нравственной душевной связи с окружающим крестьянским обществом, без связи с командующим, распоряжающимся над ним земским классом. И ужас его одиночества, холод этой заброшенной, нетопленной комнатки, эти рваные сапоги и дыры из назившегося платья, все это рисующееся его воображение в перспективе всей жизни, до конца, до могилы, невольно тянет к этому концу, к этой могиле, как полному успокоению. А вот уединенный пищиков, не нуждающийся в людском обществе, и, к сожалению, по целым годам не ощущающий со стороны этого общества ни малейшего давления, сосредоточившийся на своих личных микроскопических обидах, позволяет праздному воображению увеличить эти обиды, как под микроскопом в миллионы раз, и, наконец, поглощенный, подавленный ими берется за плеть, полагая, что ему нельзя жить на свете, покуда он эту в миллионы раз увеличенную обиду не отомстит миллионами ударов плети по здоровому телу. Их лещит, и хлещит, и хлещит. Читано по изданию Полное собрание сочинений Глеба Успенского Издание шестое Том пятый Санкт-Петербург Издание Товарищества Маркс 1908 год Санкт-Петербург 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 Издание